МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне хотелось передать эту необыкновенную теплоту, которая может исходить только от старины, только от подобного содержания сказочного. Презентация книги Владимира Платонова. Мы наконец-таки увидели во всей красе наших малышей. Дебют самых маленьких воспитанников детского сада «Теремок». Итоги волейбольных встреч среди мужских команд. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смолянка Наталья Аксенова избрана председателем Общественного совета при Минздраве Российской Федерации. За ее кандидатуру участники первого совещания проголосовали единогласно. Также на этом заседании присутствовала министр Вероника Скворцова, которая отметила, что состав нового Общественного совета формировался по новым условиям. От Общественной палаты в его состав вошли 27 человек, от Экспертного совета при правительстве – 9. В Управлении МВД России по региону подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. Было отмечено, что сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Увеличилось число выявленных административных правонарушений. В целом уровень регистрируемой преступности в Смоленской области снизился на 1,5%. Экипаж крылатого штурмовика Ил-2 по официальным документам до недавнего времени числился пропавшим без вести. Спустя 73 года судьбы солдат восстановлены поисковиками отряда «Обелиск» города Атомщиков. В апреле 2016 года поисковики Десногорского отряда «Обелиск» и отряда «Русь» управления МВД Калужской области подняли штурмовик Ил-2, который был сбит фашистами в 43-м году при освобождении Смоленщины. В нём были обнаружены останки экипажа. По номеру мотора поисковики установили имена лётчиков. Пилот – младший лейтенант Иван Евдокимович Бондаренко, 1922 года рождения, уроженец Кемеровской области, и стрелок Александр Павлович Вячеславов, 1916 года, и родился он в Вологодской области. Установлено, что самолёт был сбит в бою 19 августа 1943 года. После нескольких месяцев кропотливого труда поисковикам удалось разыскать родственников бойцов. 21 октября семьи лётчиков приехали в Десногорск из Кемерово, Вологды и Москвы. Они побывали на месте падения самолёта и возложили цветы в память о своих героических предках. В этот же вечер в Храме всех скорбящих радости прошла траурная литургия, на которой по христианскому обычаю отпели останки усопших воинов. Вечером в досуговом центре Смоленской атомной электростанции состоялся торжественно траурный вечер памяти погибших воинов. Вечер вела руководитель областного регионального объединения «Долг» Нина Куликовских. Принимали участие поисковики отрядов «Обелиск» и «Русь», родные погибших лётчиков, младшее поколение семей Бондаренко и Вячеславовых, председатель Смоленской областной думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутат областной думы Михаил Лосенко, руководитель местного отделения партии «Единая Россия», заместитель директора Смоленской атомной станции Анатолий Терлецкий, настоятель Десногорского прихода протеерей Виталий Сладков, жители Десногорска из Поздеменского района. На вечере поисковики передали родственникам очень ценные для их семей реликвии – личные вещи лётчиков, а также медали, шагнувшие в бессмертие, которыми воинов поисковики наградили посмертно. За вклад в патриотическое воспитание и поисковую деятельность отряд «Обелиск» был награждён благодарственной грамотой Смоленской областной думы. Утром 22 октября после траурной литургии останки бойцов штурмовика вынесли из храма и перевезли на поле воинского захоронения в деревне Синопод Споздеменского района. На досках памяти этой братской могилы увековечены имена более полутора тысяч воинов, погибших в боях при освобождении Споздеменской земли в 1943 году, и каждый год списки пополняются. Также мемориальный комплекс разрастается новыми обелисками, которые устанавливают на могилах солдат, поднятых из небытия бойцами поисковых отрядов. После траурного митинга останки экипажа штурмовика Ил-2, Ивана Бондаренко и Александра Вячеславова были преданы земле. Первыми горсть земли бросили родные люди-героев. Делали запросы везде, числился как без вести пропавшие. И бабушка тоже самое делала. И вот буквально в апреле месяц мы это делали. Вышли через интернет, на сайт, и нам дали сообщение, что поднятый человек, именно Бондаренко Ивана Дагимовича. Вы сами понимаете, какое это состояние души. Не знаю, мы сильно не касаемся этому. А тут нас коснулось, и это просто великолепно. Это очень хорошее дело. Говорят, что стало легче, душа облегчилась у человека. Это, наверное, то время. И то ощущение. Большое спасибо людям с большой доброй душой, которые трудятся, находят погибших и дают возможность обрести покой живущим. В следующем году на этом месте возведут мраморный обелиск. И многие поколения будут приносить цветы к его подножию. В Смоленской области нашли мину и гранату. Опасные находки изъяли саперы пожарно-спасательного центра в деревне Лаврентьево Вележского района и в деревне Валентиновка Рославльского района. Пресс-служба МЧС напоминает, что при обнаружении боеприпасов необходимо сразу же сообщить в полицию. В Десногорске участились случаи наезда на пешеходов именно на пешеходных переходах. Так, на минувшей неделе на пешеходном переходе около магазина «Новинка» водитель 1997 года рождения не предоставил преимущества движения 15-летнему подростку. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в медсанчасть 135. Водители, будьте бдительны на пешеходных переходах, будьте внимательны, обращайте внимание на трассные средства, которые останавливаются на пешеходных переходах. Также будьте внимательны к пешеходам. 21 октября в концертном зале музыкальной школы состоялась презентация книги работника Смоленской АЭС Владимира Платонова. Подробности в нашем сюжете. Творческий вечер, который организовал салон Совета Женщин имени княгини Марии Тенишевой, собрал много десногорцев. Поздравить Владимира Платонова с изданием книги «Сказы и предания» пришли коллеги по работе, друзья и просто поклонники его таланта. «Сказка, что это не просто так, это действительно школа жизни, это действительно какие-то, я не скажу, что поучения, но все нравственные принципы, которые нам закладывают с детства, все это говорится простым, доступным языком. Так вот, Владимир приходил к нам в детский сад, мы с ним делали несколько проектов творческих, ну вы слышали, как он читает, да? Завораживающе, просто». Владимир Юрьевич трудится на Смоленской атомной электростанции в цехе централизованного ремонта. Но так как он человек еще и творческий, то в свободное время руководит детским фольклорным отделением в музыкальной школе имени Глинки, обучает маленьких десногорцев фольклору и знакомит их со старинными народными инструментами. «Там-то ярмарки гулял, расскажет, чего не дал! Семья Платоновых дружная. Написать книгу автору помогла его супруга Елена, а сказки, которые легли в основу издания, он слышал с самого детства от родной бабушки. «Мне очень хотелось книге передать бабушке на теплоту. Помимо тех историй, которые она рассказывала, как она это все передавала, мне хотелось передать эту необыкновенную теплоту, которая может исходить только от старины, только от подобного содержания сказочного. Ну, наверное, это главное». Книга вышла тиражом в 200 экземпляров. Иллюстрации и стили издания подбирал сам автор. Каждый желающий в этот вечер получил экземпляр с подписью и лично пообщался с Владимиром Юрьевичем. «Это вот народное, такое земное, все, которое близко душе, сердцу, о наших дедушках, о наших бабушках. Вообще, очень все было приятно». «Надеемся, что книга будет издаваться еще раз, и не один раз, потому что хотелось бы сегодня, в общем, конечно, может быть, более иллюстрированное издание, но хотелось бы больше, и в то же время хотелось бы больше количества сегодня детей и взрослых получило эту книгу. В дальнейшем Владимир Юрьевич планирует, я как насколько слышала, издать еще одну книгу, книгу, просто один народный смоленский инструмент. Я думаю, что все, что задумано, он такой человек, у него обязательно исполнится». Презентация первой книги автора прошла успешно, и мы с нетерпением будем ждать вторую. Как пообещал автор, во втором издании будет опубликовано более 50 сказок. В Смоленске прошел областной день призывника. В нем участвовали несколько сотен ребят из всех районов области, в том числе и из Десногорска. Школьники и студенты узнали о том, как сегодня проходят срочную и контрактную службу в армии. Эта акция стала уже традиционной. Ее проводят в каждую призывную кампанию. Коллектив телерадиовещательной компании Десна ТВ принял участие в экологическом месячнике по благоустройству и наведении порядка в городе. Несмотря на сильный ветер, удалось собрать опавшую листву и сложить в пакеты. Работа была произведена своевременно, так как уже сегодня выпал первый снег. В детском саду Теремок – большой праздник. Малыши группы «Земляничка» со своими воспитателями подготовили и провели осенний утренник. Как он прошел, смотрите в нашем сюжете. Эти малыши пришли в детский сад всего год назад. А сейчас это уже дружный коллектив. Они умеют вместе играть и веселиться. Дети привыкли к детскому саду, чувствуют себя свободно. Это подтвердил и первый в их жизни утренник. Я не знаю, запомнят ли дети этот день сегодняшний, но я знаю, для родителей и для нас, воспитателей, этот день запомнится надолго, потому что в каждом из них частичка нашей души, моей лично души. Администрация детского сада поздравляет с дебютом воспитанников, своих любимых малышей, их родителей и, конечно же, воспитателей группы. Светлана Валентиновна, Лариса Валерьевна – замечательные педагоги, опытные, добрые, понимающие. Поэтому и детки у них всегда такие же замечательные. И хотелось бы пожелать от всей души дальнейшего процветания этой группе. Большая ответственность ложится и на плечи родителей этих малышей. От них ждут поддержки и взаимопонимание. А педагоги будут создавать атмосферу добра, уюта и комфорта, чтобы пребывание деток в саду было интересным и познавательным. Переходим к новостям спорта. Впервые в Смоленске прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. На турнир приехали более 200 спортсменок практически из всех регионов страны. Представлены были даже Сахалинская область, Хабаровский край, Республика Мордовия и Крым. Спортсменки, показавшие наилучший результат, примут участие в чемпионате России. В течение трех дней в спортивном зале фирмы «Полимер» проходили игры по волейболу среди мужских команд. Каковы их итоги? Расскажем в нашем сюжете. Десногорск принимал волейболистов Первой лиги первенства России. Соперниками нашей команды «Полимер» в первом туре стали «Питерский автомобилист-2», «Подмосковная Новая Краскова» и «Саранск-кабель Мордовия». В первый день десногорцы уступили гостям из Подмосковья 1-3, а спортсмены «Саранска» выиграли у питерцев 3-0. Во второй день наша команда обыграла «Питерскую» со счетом 3-0. С таким же счетом команда «Новая Краскова» выиграла у волейболистов из Мордовии. Третий день также принес победу десногорцам. «Полимер» набрал еще три очка после встречи с командой «Саранск-кабель Мордовия». А подмосковная команда «Новая Краскова» обыграла питерцев со счетом 3-0. Участники стартовых встреч отмечали качественное квалифицированное судейство. В перерыве между играми мы поинтересовались мнением гостей по поводу организации соревнований. По итогам стартовых встреч первенства России среди клубов первой лиги в нашей шестерке больше всех очков у команды из Подмосковья – 9. У «Полимера» – 6. У волейболистов из Саранска – 3 очка. У питерцев – 0. Следующий этап соревнований пройдет в конце ноября в Саранске. 28 и 29 октября в спортивных залах «Фока» и «Полимера» пройдут игры 14-го международного волейбольного турнира среди ветеранов, посвященного памяти почетного гражданина Десногорска Бориса Ревы. Организаторы приглашают горожан на спортивные баталии. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова